Музыка Налоговая инспекция информирует организации срочно провести сверку сведений транспортных средств и земельных участков, в отношении которых, по данным информационных ресурсов налоговых органов, зарегистрированы права собственности. С 2021 года вступают изменения в налоговый кодекс в отношении юридических лиц по уплате и исчислению сумм транспортного и земельного налогов. Для проведения сверки сведений необходимо запросить в налоговом органе выписку из ЕГРН, в котором указываются все объекты налогообложения, находящиеся в собственности юридических лиц. Заявление можно предоставить в налоговый орган лично, почтой через сайт государственных услуг, либо через личный кабинет юридического лица. В случае выявления расхождения необходимо сообщить об этом в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и транспортного средства, с указанием сведений, в отношении которых выявлено расхождение. Медработники, которые в праздничные дни боролись с коронавирусом, получат повышенные выплаты в срок. Такое заявление сделал губернатор Нинецкого округа. Социальные выплаты в двойном размере за работу в новогодние праздники, в период до 10 января включительно, должны получить все сотрудники, которые оказывали или обеспечивали оказание медицинской помощи больным коронавирусом. Речь идет не только о медицинских учреждениях, но и об авиаотряде и Бюро судебно-медицинской экспертизы. Добавлю, в регионе был сформирован и передан в медицинские учреждения специальный реестр, в который внесли список сотрудников, работавших в праздничные дни. Отделение фонда специального страхования по Нинецкому округу получило реестры от Центра гигиены и эпидемиологии, Центральной районной поликлиники Заполярного района и Нинецкой окружной больницы. По информации профильного департамента, работники здравоохранения получили денежные выплаты 22 января. Подать заявление для перехода на опрощенную систему налогообложения в связи с отменой единого налога на вмененный доход можно до 1 февраля 2021 года. Налогоплательщики, утратившие право применять специальный налоговый режим с 1 января 2021 года, имеют право перейти на упрощенную систему налогообложения с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. Налоговая инспекция призывает тех налогоплательщиков, которые еще не определились, как можно скорее направить уведомления для применения специального налогового режима в виде упрощенной системы налогообложения. Специалисты налоговой инспекции разъясняют, что такое уведомление о применении упрощенной системы налогообложения нужно подавать в тот орган, где гражданин зарегистрирован в качестве налогоплательщика. В силу вступили новые правила пользования маломерными судами. Они утверждены приказом МЧС России от 6 июля 2020 года, номер 487. Документ регламентирует порядок пользования маломерными судами длиной до 20 метров, число перевозимых людей не превышает 12, и которые эксплуатируются в некоммерческих целях. Для управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации, наличие удостоверения на право управления маломерными судами не требуется. При этом владельцы судов, которые не подлежат регистрации, должны подчиняться установленным требованиям вне зависимости от того, чем они управляются – веслами или маломощным мотором. Внесены коррективы по снабжению маломерных судов. Теперь оно должно соответствовать регламенту Таможенного союза. Еще одно нововведение касается индивидуальных спасательных средств. Все судовладельцы, проезжая акваторию морского порта, должны находиться в спасательных жилетах. Что касается детей до 12-летнего возраста, они также должны использовать спасательные жилеты. А их нахождение на судне возможно лишь в сопровождении взрослого. Судоводитель не считается. Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Нинецкому округу отмечают – эти правила должны соблюдать все судоводители. Независимо от того, подлежит ли судно государственной регистрации. Подробнее с новыми правилами можно ознакомиться на сайте Государственной инспекции по маломерным судам. Сначала 2021 года семь предпринимателей заключили договоры на промышленный вылов рыбы без выделения рыболовных участков. Об этом сообщил руководитель Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Нинецкого округа Альберт Чебдаров. Суммарный объем вылова рыбы, на который заявились рыбаки, составляет 150 тонн. Это стало возможным благодаря изменениям в федеральном законодательстве, вступившем в силу в октябре 2020 года после ряда обращений со стороны Нинецкого округа. Теперь, если в определенном водном объекте рыболовного участка нет, то промышленное рыболовство можно осуществлять без участка. Добывать можно сега, пели, щупу, окуня, плотву и прочие виды частиковых рыб. А надромные виды водных биоресурсов, таких как семга, кумжа и горбуша, в список разрешенных не входят. Заявки на промышленный вылов рыбы без участка в 2021 году принимаются до 1 декабря. Более 50 миллионов рублей направят в этом году на бесплатное горячее питание для школьников. Общие сложности с завтраками и обедами обеспечат порядка 2,5 тысяч учащихся начального дня. Напомним, сделать горячее питание для детей первых и четвертых классов бесплатно предложил президент Владимир Путин в начале прошлого года. В Нинецком округе реализация поручения главы государства началась 1 сентября 2020 года. Как сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Нинецкого округа, в прошлом году на бесплатные горячие завтраки и обеды в зависимости от режима обучения для младшеклассников было направлено 18,5 миллионов рублей. В том числе софинансирование с бюджета округа 7,4 миллиона рублей. На текущий год из федерального и окружного бюджетов на эти цели выделены средства в размере более 51 миллиона рублей. В том числе из окружного 19,4 миллионов рублей. Стоимость горячего питания в округе составляет 109 рублей в день на одного человека в городе. В сельских поселениях 120 рублей. Зимник Наринма-Русинск планируют открыть для легкового транспорта с 1 февраля. Пока что зимник открыт для грузовых автомобилей. Причина ограничения пролеза по зимнику для легкового транспорта с 1 февраля. Недондаточная площадь снежного покрова, который не позволяет выровнять удобное покрытие трассы для безопасного проезда в Харушинск. Сейчас на дороге работают два дорожно-ремонтных пункта, где попавшие в трудную ситуацию водители могут отдохнуть и дождаться необходимой помощи. К полному открытию трассы подрядчикам будет организован еще один такой пункт. Также при въезде в Наринмар работает стационарный пост контроля для проверки въезжающих на территорию округа. Сотрудники ГИБДД останавливают автомобили. Дежурный на посту выдает уведомление о соблюдении двухнедельной самоизоляции. По аналогии с пунктом контроля в аэропорту, въезжающие могут предъявить справку с результатами ПЦР-тестирования. Исследование на антитела или сертификата прохождения вакцинации против COVID-19. Контракт на обустройство и содержание зимника до Усинска заключен с обществом «Трансстроя Зусинска». Его стоимость по итогам торгов составила 77,76 миллионов рублей. Общая протяженность трассы автозимника в этом году составляет 54,8 километра. Субтитры создавал DimaTorzok